уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 8 по 14 августа включительно что вас ждет в этот период информация общего характера поэтому расклад подойдет и мужчинам и женщинам все что требуется от вас это на момент просмотра умение расслабиться находиться в состоянии спокойствия только в таком состоянии вы сможете любую информацию правильно воспринимать и правильно анализировать и делать выводы для чего нужен расклад благодаря раскладу мы с вами способны вовремя высветить слабые стороны вашей жизни и знаю о чем-то заведомо заранее вы очень многое способны корректировать не все есть моменты по судьбе которые фактически обойти невозможно то есть это карма это высшее предназначение которое мы должны прожить но внутри событий мы все-таки способны что-то менять что мы сегодня будем рассматривать общие общий фон событий всей этой недели вашу личную жизнь вашу рабочую сферу также я буду брать карты и для тех кто пока без работы рассмотрим ваши возможные доходы ваше финансовое поле в общем траты и долги и кредиты приобретения внешний мир в отношении вас скрытые факторы что в них позитив или негатив посмотрим чем для вас та неделя закончится подведем ее итоги в раскладе также будет участвовать карта основного совета сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану произвольном порядке после выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думайте сейчас о своем желании колода настраивается на вас и также напоминаю что для тех кто знает свой асцендент вы можете смотреть это таро прогноз как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно но таким образом вас будет больше информации для сравнения работаю я сегодня на колоде таро арканом а помогать нам будет золотое таро климта и оракул ленорман карты полностью готовы и я приступаю и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению сразу хочу обратить ваше внимание на то что ваш расклад начинается с карты старшего аркана и заканчивается старшим арканом но это две очень сложные карты которые выпали в большой крест вашей судьбы также в большом кресте вашей судьбы есть еще императрица тоже старший аркан это радует также и скрытых факторах у вас есть карта старшего аркана это звезды это тоже позитивные моменты и то что касается семейных пар но и наших свободных для вас тоже выпало по одному старшему аркану для семейных выпала карта мира для свободных выпала карта силы о чем говорят все карты старших арканов так как их довольно таки большое количество в вашем раскладе говорят о том что для многих это неделя судьбоносная в чем-то решающая но будьте готовы к тому что что-то в этом периоде может не совсем получаться так как вы задумали или так как вы хотите почему я так говорю так говорю не я так говорят карты во первых 1 для вас выпал старший аркан карта суда выпала она в перевернутом виде она говорит о том что есть какие-то неотложные дела на сегодняшний день которые либо тормозятся либо вы ними не занимаетесь могут быть не в порядке определенные документы в которых есть важность необходимость или может быть вам нужно встретиться какими-то важными людьми а этого не происходит для того чтобы решить важный для себя вопрос конечно эта карта высших сил и ваши ангелы должны вам помогать но что-то вы здесь сами явно делаете не так может быть такое что в понедельник у вас просто не получается заняться вашими важными вопросами самыми глобальными на сегодняшний день либо есть помехи поэтому что-то тормозится я вижу что вы сейчас не готовы помогать кому-то вам нужно в первую очередь решить свои вопросы но есть также люди которые от вас ждут этой помощи общий запас энергии крайне низкий и если меня смотрят все те у кого есть проблемы по здоровью тут однозначно нужно заняться здоровьем и тут что-то возможно вам нужно или проходить или обследоваться или совещаться с врачами это будет не один день и может быть не одна неделя то есть может быть здесь сложный курс лечения или лечение поэтапно здесь может быть ни один врач что-то здесь будет согласовываться это могут быть и больничные листы и выписки но вы сейчас как на руки тоже что-то либо не можете получить либо вам нужно все-таки этим заняться если до сих пор вы еще не занялись вопросами здоровья у тех у кого они стоят ребром все те у кого есть любого рода суды чего бы они не касались бракоразводных процессов имущества любых других потери всего чего угодно эта карта говорит о том что пока ничего положительного в вашу сторону не происходит или даже наоборот что-то может происходить с минусом для вас выиграть шансов на сегодняшний день фактически нет и ваш вопрос если вы хотите чтобы в нем была ясность вам нужно заново подымать вам нужно заново с кем-то встречаться вам нужно заново что-то делать а по этой карте у вас просто на что-то нет сил или что-то не получается но пока ваши вопросы по судам и по любым сложным моментам которые проходят через госструктуры или через официальные лица у каждого это что-то свое может очень сильно тормозится вот о чем первая карта поэтому она призывает к себе повышенное внимание почему я вам сразу сказала что пока на этой неделе что-то может и не решиться вам чего-то может быть придется ждать или что-то будет не получаться потому что на завершение этого периода карта которая закрывает ваш расклад выпала башня а эта карта говорит о любых неожиданностях форс-мажоре того что в чем-то у вас немножечко почва уходит из под ноги вам что-то очень тяжело контролировать конечно вы будете нервничать то что вы из-за чего-то огорчаетесь говорит и центральная карта которую я вижу в сердце вашего расклада это пять чаш и даже если мне смотрят те люди у которых есть основная работа могут быть огорчение по основной работе явно что-то не удовлетворяет вы сейчас сидите обижены карта может показывать общую и физическую и эмоциональную усталость когда даже особо ни с кем общаться не хочется но эта карта говорит о том что чтобы вашей работе не происходило вы способны что-то менять в лучшую сторону потому что у вас есть еще как минимум два очень хороших достойных шанса которые вы просто обязаны использовать и они где-то рядышком с вами но вы их пока в силу своей грусти или подавленности просто не видите вот эта карта говорит о том что вам нужно встряхнуться развернуться по сторонам на 180 градусов и искать где эти дополнительные шансы в чем они заключаются они есть и это два равноценных шанса для вас что-то менять и в работе и даже в своей личной жизни потому что эта карта показывает и неудовлетворенность в личной семейной жизни и для тех кто в паре и для тех кто в свободном поиске здесь я пока не вижу полного счастья и удовлетворения конечно карта может показывать подавленность на входящие события на этот период все-таки выпала карта решительных боевых действий эта карта туза мечей и вот скорее всего со вторника вы будете очень активно включаться в тот вопрос который для вас важнее и насущнее всего потому что здесь начинается ваше собственное ускорение ваше желание что-то продавить взять под свой контроль у вас кем-то могут возникать неожиданные конфликты или противодействия или противоречия которые нужно будет решать по месту здесь и сейчас ничего на потом не переносить тем более что первой картой шел перевернутый старший аркан суда эта карта говорит о том что да есть помехи но вы способны с ними справиться если будете настойчиво идти до конца эта карта говорит о том что вы должны уметь быстро принимать волевые конкретные решения для того чтобы в чем-то добиться этой самой конкретики несмотря на то что мы видели довольно такие грозные карту которая начинает ваш расклад и закрывает ваш расклад все-таки в малом кресте вашей судьбы есть еще две позитивные карты это 8 монет и эта карта пажа чаш 8 монет все-таки показывает ваше собственное усердие осердие Трудою трудолюбия желания достичь уже конкретного результата и здесь если вы только пытались что-то запустить пытались что-то сделать то здесь я уже вижу определенный конкретный результат эта карта может показывать и финансовые поступления в этом периоде это что может быть вы попытаетесь что-то улучшить либо в основной работе либо будете рассматривать для себя дополнительные варианты может быть это что-то совершенно новое потому что карта Туза Мечей может показывать любые новые проекты, но которые сейчас в сложностях. Также это и положительные известия от человека, который может являться для вас другом, любимым, родственником, хорошим, знакомым. И это Паш Чаш. Эта карта выпала в сферу финансов. А это говорит о том, что кто-то в финансовой сфере готов вам оказать помощь или поддержку. И, скорее всего, вы чему-то порадуетесь. У тех, у кого есть дети, я вижу, вас чем-то могут радовать ваши дети, хотя из-за детей тоже вы из-за чего-то расстраиваетесь. Если говорить о мужчинах-козерогах, большое влияние на вашу жизнь в этом периоде будет иметь женщина, потому что в крест вашей судьбы выпала карта императрицы, прекрасной женщины, женщины, которая может являться для вас номером один. Это может быть супруга, это может быть любая женщина из внешнего мира. Важная для вас не обязательно супруга, так как всё-таки эта женщина выпала на внешний мир. Если говорить о женщинах-козерогах, то очень многое в этом периоде будет зависеть от вас самой. Вы показаны как человек, у которого очень богатый внутренний мир, и вам нужно уметь себя реализовывать. Вам нужно заниматься тем, что приносит вам удовольствие. И эта карта говорит о том, что многие из вас способны не только к собственному развитию, но и к тому, чтобы ещё своим близким помочь. Если у вас всё будет хорошо, вы способны будете помогать своим близким. Но я вижу, что у вас на сегодняшний день также есть сложности, которые нужно преодолевать. И, как говорилось уже ранее, что в этом периоде может быть любого рода форс-мажор, и то, что не всё может идти по вашему плану. Но всё-таки, скорее всего, не сразу, может быть, не на этой неделе, но чуть позже, что-то решится для вас очень-очень благополучно. Это я уже вижу из вытекающих карт. Давайте сразу перейдём к нашим семейным парам и посмотрим, что в ваших домах, что в ваших отношениях. Для вас выпало три карты, хотя я обычно беру две. Конечно же, третью карту я оставила, и это карта мира. Что мы видим? Мы видим семь жезлов и восемь монет. В доме есть противоречия между вами двоими. Вы, конечно, конфликтуете. Если говорить лично о вас, вы можете вспыхивать по любому поводу и без, как спичка. Карты показывают импульсивность. Вы в постоянной боевой готовности, вам кажется, что ваш партнёр должен на вас нападать, идти к вам с какими-то претензиями, вы готовы к выяснению отношений. Но ваша вторая половина сейчас больше увлечена какими-то своими делами и особо с вами ругаться не хочет. В особенности, если меня смотрят женщины, то ваш мужчина ушёл в какие-то рабочие вопросы, вопросы внешнего мира, может быть, своего собственного роста, в чём-то он пытается развиваться, и он просто не хочет тратить время на вот эти бесполезные споры и разговоры. Но когда нужно, если будете сильно настойчивы со своими претензиями, конечно, он будет готов вам ответить. Но что важно, что вы способны оба эти отношения удерживать, и вы способны оба что-то поменять. И несмотря на то, что вы сейчас очень сильно нервничаете из-за того, что происходит и в доме, и между вами, и, может быть, по своей собственной работе, у тех, у кого есть основная работа, вы не совсем довольны. Я не вижу, чтобы в ваш дом вообще не поступали финансы. По восьмёрке монет в ваш дом деньги поступают. И если говорить о вашей второй половинке, то он или она по-любому старается сделать что-то хорошее или полезное для дома. Ну и третья карта мира, которая закрывает ваши карты, даёт и вам, и вашей второй половинке шансы и возможности для того, чтобы что-то исправить и улучшить. Карта мира говорит сама за себя, говорит о том, что в доме может наладиться мир. Эта карта вас может призывать к тому, чтобы вы в данном периоде не ругались с поводом и без, а старались, наоборот, объединить свои усилия, достучаться друг к другу, решать любые вопросы исключительно по-хорошему. И тогда будет слышимость, тогда ваш партнёр к вам развернётся. Ваша собственная агрессия приведёт к ответной реакции вашего партнёра. И наоборот, если вы чувствуете, что что-то не так, ну, постарайтесь просто поговорить, поговорить нормально. Для многих из вас карта мира может показывать возможности не только в доме и не только в ваших отношениях, то есть по миру вы можете что-то улучшить и в бытовых моментах, но эта карта может показывать и дороги, и путешествия. У каждого это что-то своё, но это возможность перевернуть старую страничку или уже прочитанную страничку, да, и начать новую. То есть и для вас, и для вашего дома грядут по карте мира обновления. Также, если обновления происходят у вас, они автоматически происходят у вашей второй половинки. И скажу так, что высшие силы удерживают вас вместе, удерживают вас в паре. Давайте посмотрим, что ждёт наших свободных козерогов. Для свободных козерогов выпала карта Королевы Чаш, карта Старшего Аркана Силы и карта Пятёрки Монет. Первая карта, которая сразу же привлекает к себе внимание, несмотря на то, что здесь есть Старший Аркан в центре, это 5 монет. А это говорит о том, что могут быть сложности с финансами, на что-то может не хватать. У вас в какой-то момент, несмотря на то, что здесь я вижу по этим двум картам, вы на позитиве, вы боретесь, вы что-то делаете, пытаетесь менять, с кем-то общаетесь, ругаетесь, с кем-то говорите по-хорошему, всё-таки могут наступать моменты, когда руки начинают опускаться, всё, всё надоело, все надоели, меня никто не слышит, я один или одна. Или карты могут говорить о том, что вы слишком много, чему-то отдаёте значение, усилий, а в конечном итоге всё равно или слабый, или низкий результат, либо его фактически не видно. Конечно же, вы начинаете сами в себе терять уверенность, но этого быть не должно. По карте силы вы должны идти только вперёд. Конечно, сложности есть, но вы должны уметь их преодолевать. Включайте свой характер на все 200%. Вы достаточно мудрый, опытный человек для того, чтобы этот опыт использовать. И любую, даже самую сложную финансовую ситуацию, либо ситуацию в личной жизни, вы способны корректировать по своему усмотрению, в особенности, если смотрят меня женщины. Карта королевы чаш может показывать вас собственной персоной. С одной стороны, я вижу очень нежную, красивую, женственную, ранимую женщину. А с другой стороны, я вижу характер воина, напор. Вы здесь как будто бы перевоплощаетесь из мягкой, податливой, сговорчивой, волевую, властную женщину, которая не уступает. Женщина, которая готова драться. Но драться вы должны не кулаками, а с помощью разума, слова, мудрости. Не имеет значения, в чем проблема рабочего характера или проблема личного характера. В работе здесь есть сложности у тех, у кого есть работа. У кого-то, может быть, даже сейчас, либо что-то полностью приостанавливается в работе, либо работы нет вообще. Пятерка монет, к сожалению, может так проигрываться. Но я вижу, что вы способны найти выход. Многие из женщин творческие натуры, и ваша душа будет требовать раскрытия, развития. Об этом говорит императрица. Поэтому вам нужно идти только вперед. Вопрос финансов. Если не сейчас, то чуть позже вы разрешите. Но я вижу, что и в этом периоде вы все равно чему-то будете радоваться по королеве чаш. На вашем месте я бы собой гордилась, потому что я вижу очень, правда, очень сильных людей. Поэтому вы не должны думать о том, что вы что-то делаете не так, что у вас что-то не так. Если говорить о личных отношениях, то ваша сексуальность просто переливается через край. Вы не можете не привлекать к себе внимание противоположного пола. Но почему-то по этой карте к вам притягивается непонятно что. Даже если вы знакомитесь, либо мужчина вас сразу пытается подчинить под себя, либо мужчина, может быть, с какими-то своими проблемами. И вам вместо того, чтобы отдыхать, радоваться жизни, в отношениях вы начинаете снова напрягаться. А нужны ли вам такие отношения? Для тех, кто встречается на сегодняшний день, конечно, эти карты могут показывать свидания, встречи, близости, огромное желание и притяжение. С другой стороны, из-за чего-то вы разочаровываетесь. У вашего партнёра могут быть какие-то финансовые проблемы. Либо, может быть, вы ждёте от партнёра каких-то подарков, больше внимания. Но когда вы его не получаете, то есть вы чего-то ожидаете, но когда вы не видите того результата, который вы для себя нарисовали в голове, вы тоже начинаете грустить. И если меня смотрят сейчас свободные женщины, которые сказали бы мне сейчас, «Меня не интересует личная жизнь, я уже на себе крест поставила, да я не хочу ничего, мне ничего не нужно», это неправда. Вы сами не обманываете сами себя. Ваша душа хочет любви, ваша душа хочет нежности. Но вам нужен очень сильный, достойный вас человек, то есть человеком, который слабее вас. Конечно, вы не сможете выстраивать отношения, либо это будут неравноценные отношения, а таких вы тоже отношений не хотите. По императрице я не вижу того, чтобы вы не способны были устроить свою личную жизнь. Всё зависит от вас самой, если смотрят меня дамы-козероги. Если смотрят меня мужчины, то, скорее всего, женщина выбирает, или, может быть, есть женщина, которая вам очень нравится, но женщина с характером. И завоевать эту женщину будет очень непросто. Если уже есть конкретная дама, вы к ней не можете прийти с пустыми руками или с малым. И вы сами для себя это понимаете. Хотя эта дама абсолютно не меркантильная, что интересно. И если говорить о многих женщинах-козерогах, вы привыкли рассчитывать на себя, но иногда вы устаете быть сильными. А теперь возьмём дополнительные карты исключительно на рабочую деловую сферу всех тех, кто работает, и всех тех, кто пока вообще не работает. В произвольном порядке для вас на стол выпала карта колесницы, но выпала она в перевёрнутом виде. Это может говорить о том, что в этом периоде могут срываться какие-то сделки или договорённости. Если у вас запланированы, может быть, рабочие дороги, тоже может что-то срываться или не получаться, либо что-то будет на нервах. Вам очень тяжело будет действительно контролировать свои эмоции, но всё-таки дополнительные карты. Для тех, кто работает. И снова-таки старший аркан дьявола. Карта дьявола показывает на сегодняшний день ваши внутренние страхи и то, что вы в себе до конца не уверены. Многие из вас хотят поменять работу, вам надоело находиться в рабской зависимости от других людей, даже если вы работаете сами на себя, то, скорее всего, здесь тоже не всё гладко. Рядом с вами тоже может быть очень много нахлебников, людей, которые тянут вас назад, манипуляторов и всех тех, кто пытается поживиться за счёт вас или что-то сделать за счёт вас или сделать вашими руками. Даже если вы подумываете о том, чтобы сменить работу, вот ваши внутренние страхи вас тормозят. То, что касается оплаты вашего труда, если ваши деньги проходят через руки других людей, они там частично оседают, и вы явно не получаете всё то, что по зарплате заслуживаете. Это может быть ненормированный график, это могут быть не совсем благоприятные условия труда, это могут быть сложные взаимоотношения, если это коллектив. Но даже если в деловом партнёрстве всего два человека, это тоже очень непростые запутанные отношения, в которых каждый думает о себе. Конечно, по этой карте вам нужно быть осторожными, внимательными, предусмотрительными и хитрыми, как сам дьявол. Вам нельзя в данном периоде с кем-то идти на прямой конфликт, а любые вопросы решать с помощью интриг, манипуляций, внушений. Если вы скажете, я не такой или я не такая, учитесь. Если не вы по этой карте, так вас. Пусть лучше вы кого-то сделаете, чем кто-то будет вас делать дураком или дурочкой. Для кого-то эта карта может показывать неофициальные доходы, вроде бы, и возможность неплохая заработать, но всё как-то запутано, сложно. Не стабильно. Но всё-таки эта карта показывает доход. Другой вопрос, какой ценой этот доход приходит в ваши руки и какими усилиями. По этой карте вам нельзя верить абсолютно никому. Как говорится, доверяй, но проверяй. Тут и речи быть не может о доверии, потому что вас постоянно по этой карте кто-то пытается поиметь. Если говорить по-простому. Давайте возьмём для вас карту основного совета для тех, кто при работе. Для тех, кто при работе, вот она та самая колесница. Видите, как интересно. Вот выпадала карта на стол, я её видела, я всё-таки её вам не показала, перетасовала, и она всё-таки вошла. Уже на ваших глазах происходит магия. Это говорит о том, что информация верная, и вам стоит к ней прислушаться. Карта колесницы показывает прорыв. Если вначале, когда я тасовала колоду, она выпала вот так вот на стол в перевёрнутом виде, то сейчас она выпала в прямом значении. О чём это говорит? О том, что что-то уходит из-под вашего контроля или из ваших рук, или могут возникать любого рода нервные ситуации, но после дьявола, после того, как я вам много разъяснила, она выпала в прямом значении. Это говорит о том, что если вы будете хитрее, вы сможете убить двух или трёх зайцев сразу. И эта карта всегда говорит о возможностях выхода из любой самой сложной ситуации. Но вы должны быть как уж, как змей или как змея. И если на своей собственной работе вы как на войне, то помните о том, что на войне все средства хороши. Возьмём теперь карту дополнений для тех, кто на сегодняшний день без работы. Для вас выпала карта восьмёрки монет. Она говорит о том, что без денег вы не будете. Скорее всего, вам кто-то поможет из противоположного пола. У кого-то может быть небольшой приработок. Либо вы готовы будете во что-то вкладывать деньги так, чтобы эти деньги работали на вас. Либо, рядом с вами есть такой предприимчивый человек, который готов крутиться, работать, что-то предпринимать, лишь бы вам угодить, помочь и сделать вас счастливыми. Если меня смотрят женщины, которые смотрят за детками, или вы сейчас в ожидании ребёночка, потому что здесь я вижу беременность, будущее материнства. Я вижу мужчину, который обнимает женщину. Для таких женщин тоже замечательная карта. Конечно же, ваш мужчина готов трудиться денно и ночно для того, чтобы вам что-то дать и будущему ребёнку, малышу, у тех, у кого уже есть детки. В ваш расклад выпала карта пожать чаш. То, соответственно, что-то дать вашим детям. Но ваши дети тоже готовы вас чем-то порадовать. Если у вас дети достаточно взрослые или дети-подростки, они уже думают о том, как помочь вам, или как вырасти, или помочь вам, чтобы зарабатывать, чтобы вы в чём-то не нуждались. Если дети взрослые, несмотря на то, что это небольшая помощь, но они тоже её могут вам предлагать. Не факт, что вы будете принимать эту помощь, но они пытаются вас как-то поддержать. По крайней мере, у тех, у кого двое детей, один ребёночек очень хочет вам чем-то угодить и помочь. В особенности те, у кого мальчики, но и девочки тут тоже могут быть достойными. Также для всех активных, для тех, кто работу ищет, конечно, эта карта говорит о том, что вы можете для себя найти хорошую работу. Но, скорее всего, для того, чтобы найти хорошую работу, вам понадобится гораздо больше времени, чем эта неделя. На этой неделе я ещё пока не вижу результата нужного, для вас, но чуть позже работу вы найти можете. Скорее всего, с работой вам кто-то поможет из тех людей, которых вы знаете. Либо вы к кому-то будете обращаться за помощью, либо вам кто-то будет что-то предлагать интересное. Также эта карта может предполагать как новый дополнительный опыт, так и то, что работа, скорее всего, вам может быть даже знакомой, или это та сфера деятельности, в которой вы уже были ранее. Но без работы вы точно не будете. Ищите. Есть все шансы на хорошую работу. А для тех, кто пока дома, даже если вы на пенсии, всё равно я не вижу того, чтобы вы были без денег и в чём-то, ну, прям остро-остро нуждались. Хотя внизу расклада, вот то, на чём вы стоите, выпали очень сложные карты. Вот смотрите, если посмотреть на три нижние карты, пять монет, карта башни и десять мечей. О чём говорят все эти карты? О том, что в последнее время в вашей жизни многих, что мужчин, что женщин, очень много потерь, нервов. Что-то бесконечно не ладится. Может, не ладится и в рабочей, деловой сфере, и также касательно финансов и отношений. И вы здесь просто на исходе сил человеческих. Поэтому многим из вас нужен отдых. Вы должны заняться собой, своим здоровьем. Вам нужен эмоциональный покой или тишина хотя бы на время, для того, чтобы вы могли собраться с мыслями и понимать, как вам лучше или правильнее действовать в будущем. Потому что эти карты обязывают к тому, чтобы вы собрались, на чём-то сконцентрировались, даже если что-то не получается. А эта карта говорит о том, что в этом периоде что-то может не получаться. Или в чём-то могут быть препятствия. Может быть, те даже препятствия, которых вы пока не ожидаете. В дом финансов для вас выпала карта пожать чашу. Это говорит о том, что вы готовы будете потратить деньги в этом периоде для того, чтобы кому-то сделать небольшой маленький сюрприз. Кого-то чем-то порадовать. Хоть чуть-чуть, хоть немножко. Прекрасная карта для влюблённых. И она может говорить о том, что вы готовы вкладываться во встречи или в того человека, который вам нравится. Карта может показывать ваших деток или то, что вы хотите детям помочь. Или дети будут пытаться помочь вам. Также эта карта может предполагать и то, что у вас есть друг, человек надёжный, верный, который может вам помочь с финансовыми моментами, если даже есть затруднения. По раскладу я вижу, что в этом периоде вам нельзя куда-либо вкладывать крупные суммы денег, заниматься куплей или продажей, проворачивать крупные сделки. Маленькими суммами манипулировать вы можете, но большими пока не рискуйте. Несмотря на то, что на внешний мир для вас выпала карта императрицы, эта карта всё-таки предвещает рост, но пока слишком много подножек. И если говорить о женщинах-козерогах, карта императрицы говорит о том, что вы во внешнем мире очень активны, общительны с другими людьми. Многие люди к вам тянутся, но для кого-то вы можете быть весьма жёсткой, особой. И когда нужно проявить характер, вы его проявляете. Но делаете всё это очень мудро. Если говорить о женщинах, многие из вас прекрасные матери, но очень много волнений из-за деток в этом периоде. Многие из вас, я вижу, что хотят развиваться, может быть, вкладывать деньги либо в своё творчество. Также вы хотите хорошо выглядеть. Я вижу, что вам хочется этого. По этой карте я вижу, что вы всегда должны быть на высоте, в лице других людей. Вам это удаётся. Но в вашем подсознании я вижу всё-таки тяжесть. Тяжесть, которую вы не показываете другим людям. Если говорить о мужчинах, то в этом периоде вы можете рассчитывать на женщину из внешнего мира, которая для вас действительно может являться или другом, или любимой. Может быть, для кого-то это и ваша родственница. Здесь, может быть, даже два человека, которые о вас очень сильно волнуются. И что в скрытых факторах? В скрытые факторы для вас выпала десятка мечей, карта шестёрки мечей и карта старшего аркана звёзд. Две карты мечей. Одна из них десятка. Говорит о том, что в начале следующей недели вы буквально можете быть истощены или у вас, опять-таки, из-за того, что что-то не решилось, вы сильно нервничаете, вы сильно переживаете. Эта карта может показывать любое поражение или неудачу, но не обязательно. Эта карта может просто показывать болезненные изменения в вашей жизни. Болезненный переход ваш на другой уровень, а здесь я вижу переход на другую ступень. И то, что вы пытаетесь действительно одну страничку своей жизни перевернуть на другую. Шестёрка мечей показывает движение после застоя, после неудач, возможности. Печаль и негатив останутся позади. С кем-то вы в одной лодке. Это говорит о том, что рядом с вами будет человек, который вас постоянно будет поддерживать. Для многих из вас это могут быть дальние дороги, также и близкие дороги. Может быть, для кого-то связаны с переменой, место жительства, для кого-то с поиском новой работы. Может быть, кто-то ищет своё счастье за границей, потому что здесь по этим картам искать счастье за 3-9 земель. Видите, 6 мечей, направляемся в путь, и тут звёзды, дальняя дорога. И такая дальняя дорога вам ещё может предстоять. Но карты могут показывать аллегорические изменения в вашей жизни, то, что прошлое остаётся позади, и жизнь вам в чём-то даст новые возможности. А по звёздам это не одна возможность. Это успешность, это слава, это достижение результатов, это уважение в обществе, это финансовые возможности, это дружба, это любовь, это достижение своих идеалов в конечном итоге. Эта карта очень долгоиграющая, и она не показывает события одного дня, месяца. Она может показывать даже полгода вперёд, год вперёд. То, что да, сейчас сложности есть, но изменения будут происходить уже в ближайшее время. Скорее всего, на следующей неделе вас ждут очень значительные перемены. На выходные по башне вы из-за чего-то сильно переживаете, буквально нервничаете. Также эта карта может показывать любые форс-мажорные или непредвиденные для вас ситуации. Я не буду сейчас здесь ничего придумывать. Для каждого эта карта может проиграться по-своему. Просто вы должны быть готовы к тому, что в выходные что-то может пойти не по вашему плану. Главное — не нервничать, а взять ситуацию вовремя под свой контроль. Я вижу, что рядом с вами будет ещё какой-то человек или люди, которые вам смогут в чём-то помочь. Давайте посмотрим на карту основного совета. На основной совет выпала карта повешенного. Эта карта говорит о том, что что-то тормозится или подвисает. Но тут не должно быть никакого страдания. Несмотря на то, что сейчас есть определённые ограничения и вот это самое подвисание, вы должны мудро посмотреть на вещи. Значит, либо ещё чему-то не пришло время, значит, либо к чему-то вам ещё нужно лучше подготовиться, может быть, выносить какие-то идеи или, может быть, сделать какие-то конкретные действия. Но даже в состоянии определённых ограничений или ожидания вы способны что-то менять в мелочах. Поэтому главное — действуйте и верьте в свой успех, а он будет. Эта карта показывает целую Вселенную, целый мир. Вы пока висите вниз головой. Но прежде всего эта карта показывает состояние покоя и нирваны. Только в спокойном состоянии к вам будут приходить правильные мысли. Если вы что-то будете решать спонтанно, сгоряча, вы будете допускать очень грубые ошибки. Поэтому по вашему раскладу главное не горячиться, что бы ни происходило. И теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта «Тройки чаш», и она даёт ответ «Да», потому что это карта радости, это карта успеха. И свой успех вы с кем-то ещё разделите. Эта карта может показывать то, что вы даже что-то будете или праздновать, или отмечать. Как подсказка в отношении вашего вопроса, эта карта говорит о том, что есть ещё один человек или даже два человека, которые заинтересованы в том же, в чём и вы. Прекрасная карта для любви. Если вы задали вопрос, будут ли у меня с кем-то развиваться отношения, эта карта говорит «Да». «Встречу ли я своего суженого ряжного?» Девочки могут задавать такие вопросы. Да, конечно. Но эта карта может предполагать в вопросах любви всё-таки определённую конкуренцию, либо то, что вы находитесь, или можете находиться в состоянии треугольников. И здесь нужно быть внимательными. Но на все остальные вопросы, которые не касаются любви, это успешное завершение дел. И давайте возьмём ещё три карты из Ракула Ленорман и спросим, что ещё вам было бы интересно знать в этом периоде. Информация и для женщин, и для мужчин. Давайте смотреть. Замечательно. Замечательно. Меня очень радуют те карты, которые я вижу, несмотря на то, что центральная карта весьма агрессивна. Для вас выпала карта Древа, Семёрки Червей, карта Косы, это Валет Бубен, и светлая карта Судьбы, Божественного Проведения, Высших Сил, карта Справедливости и Удачи, в конце концов. Сразу хочу сказать о том, что если меня смотрят те люди, у которых есть проблемы по здоровью, потому что вот эта комбинация карт может говорить о том, что у кого-то есть проблемы по здоровью. Проблему по здоровью вы решите. Эта карта показывает выздоровление, возможность найти правильные пути лечения, если болеет кто-то из близких людей, то же самое. Также эти карты говорят о том, что и в этом периоде вы должны поберечь свое здоровье, потому что может быть вероятность травмы, но вы ее можете избежать. То есть следите за своими руками, ногами. Прежде чем куда-то вылазить высоко на лестницу, на крышу, заниматься экстремальными видами спорта, хорошенечко подумайте, нужно ли вам это. Ну, по крайней мере, в этом периоде. В позитиве эти карты все-таки говорят о том, что в чем-то вы сможете собрать неплохой урожай, какие-то возможности появятся в отношении дома, семьи и также вашего личностного роста. Но, скорее всего, вам в чем-то здесь нужно будет действовать очень быстро, где-то даже жестко. Карты могут показывать разрыв с кем-то из близких, может быть, с кем-то вы находитесь на расстоянии или вынуждены находиться, но карты говорят о том, что все будет хорошо. Высшие силы с вами, божественное проведение с вами. У многих очень сильный ангел-хранитель. И эти карты говорят о том, что как бы сейчас эта неделя не развернулась, какими бы ни были события, мы видим очень хорошие конечные результаты. Обратите внимание, что даже здесь угловая последняя, скажем так, карта, это звезды. Эти карты очень похожи по энергетике, но здесь, может быть, даже и какая-то неожиданная радость для вас, неожиданные возможности, которые откроются. Может быть, даже благодаря какой-то сложной ситуации. Вот такая интересная подборка, вот такая интересная комбинация карт. Конечно, я вам всем желаю здоровья, процветания, возможностей и терпения. Уважаемые козероги, несмотря на то, что внутри расклада мы видели довольно-таки сложные карты, по восходящей и нисходящей линейке вашего расклада я все-таки вижу возможности. Несмотря на то, что сейчас вы стоите на пороге не очень простых жизненных событий, это все-таки для многих из вас будут благоприятные перемены. Помните об этом. Идите к своим целям, не сдавайтесь. И вопросы, которые накопились, или большой важности на этой неделе, не переносить, решать здесь и сейчас. И последующая неделя тоже будет очень важной, поэтому включайтесь. Уважаемые козероги, пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация для вас была актуальной и важной. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. И я вам всем говорю, до свидания, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok